В последнее время уделяется много внимания молодежной предпринимательской деятельности. Университеты, общественные организации, виртуальные платформы максимально настраивают студентов на то, что они должны стать вершителями своих судеб. Обозначая внятные какие-то шаги, каким образом от идеи двигаться в сторону реального бизнеса, как раз студент может тестировать себя, насколько он готов. Или как раз через учебный курс он понимает, что пока нет, пока время не пришло. Действительно, пока это бизнесы не очень большие, это открытие каких-то сервисов электронных. Вот чаще всего студенты, сейчас имея эти компетенции, пытаются капитализировать свои знания. Среди поколения 20-летних набирают обороты превращения своего хобби в бизнес-идею. Например, открытие школы макияжа, сервисы доставки продуктов питания или интернет-магазины – то, чем увлекаются сами студенты. Я преподаватель макияжа, я выпускаю дипломированных специалистов. Это не просто пятидневные курсы, как было раньше, это уже школа, где вы обучаетесь поэтапно и постепенно. У меня действуют некоторые моменты, что вам нужно на 100% отработать каждую технику, каждый макияж, изучить все. Ну и плюс я очень стриптом отношусь к этой профессии, мы изучаем все, вплоть до состава косметики. В современном мире, где стремительно все изменяется, порой трудно определиться с будущей профессией, которая будет востребована и интересна самому человеку. Еще труднее начать заниматься предпринимательской деятельностью, с нуля строить свое дело. Об этом многие задумываются, но решаются единицы. Первое время приходилось сталкиваться с людьми, которые в тебя не очень сильно верят. Вот, слава богу, мне помогла моя семья, мама, которая в меня верила. И я постепенно работала. Конечно, трудно, когда ты в 19-летнем, в 18-летнем возрасте работаешь, то официанткой, то администратором, но когда ты получаешь, помню, первый день, когда я получила первую зарплату, я купила очень много косметики, это запомнилось мне и как-то еще больше веры добавляла. Другое направление в бизнесе вчерашних студентов – бюджет на туризм. Иностранные и российские гости предпочитают хостелы дорогим гостиницам. Представлен номер на 8 человек, женский. Здесь представлена кроватка, отдельно идет на каждого человека ящик, который закрывается на ключ. Представлены две розетки, фонарик индивидуальный, который включается. Вечером, чтобы закрыться от остальных людей, можно закрыть шторки. Есть возможность бесплатной стирки, здесь же можно повесить на сушку. Представлены несколько обогревателей в каждой комнате, которые можно включить, если холодно. Когда был процесс выбора ниши, это был период, когда Владивосток переживал туристический бум, когда у нас было большое количество корейцев, китайцев, азиатского рынка, также европейского, японцев. И в этот момент у нас количество хостелов было существенно меньше, чем спрос на них. И в принципе это было основной причиной, почему выбор пал именно на эту нишу. На сегодняшний день именно молодежь является той основой, на которую должна опираться экономика региона. Это значит, что государство будет все больше заинтересовано в развитии молодежного предпринимательства. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.